Пришло время поговорить о нехватке сна. Специалисты говорят, регулярный недосып влечет за собой тяжелые, а иногда и непоправимые последствия. Сон это важная составляющая нашего здоровья. Да, сон это естественный физиологический процесс и является неотъемлемой частью всего живого на планете. Многие люди спят недостаточно. А чем опасен недосып для нашего организма? При недосыпании страдают все системы организма. В первую очередь это иммунная система, потому что во время сна вырабатываются противовирусные механизмы, которые защищают наш организм. Также страдает сердечно-сосудистая система, потому что при недосыпании вырабатывается такой гормон стресса, как кортизол, и нарушают работу и функционирование сердечно-сосудистой системы и ее кровообращения. Что проявляется? Нарушением работы сердца, тахикардии, отдышка, повышением давления, либо понижением давления, также может проявляться загрудинными болями при повышенных цифрах артериального давления. Также страдает и бронхолигочная система. Нарушается выделение дыхательных ферментов, таких как сурфактантов, и происходит нарушение ритма и частоты дыхательных движений. Это отдышка, нарушение дыхания, затрудненный вдох-выдох, может быть, обструктивные нарушения, особенно те люди, которые страдают бронхолигочными заболеваниями. Также недостаток сна нарушает или, можно сказать, разрушает функцию нервной системы, потому что при нормальном сне вырабатываются гормоны, которые улучшают мелатонин, функцию сна, а при недостаточном функции или неприндосыпании вырабатываются гормоны стресса, кортизол. Так как нормальный полноценный сон проходит 4 фазы, в 4 фазу вырабатываются антистрессовые гормоны и гормоны радости и удовольствия, после чего человек просыпается такой умиротворенный, удовлетворенный, бодрый, активный, но в 4 фазу при недосыпании эти гормоны все не вырабатываются, в результате чего человек просыпается утром раздраженный, ощущение разбитости, переутомления, нежелание ничего делать, заторможенность и даже, может быть, агрессивное поведение. После бессонной ночи людей тянет на сладкое, почему? При недосыпании нарушаются гормональные все процессы и в то время, когда человек не спит, вырабатывается гормон грелин, который отвечает за чувство голода. Поэтому утром после пробуждения и неправильного сна, то есть недосыпания, у человека есть ощущение, что ему хочется что-то сладенького, потому что вырабатываются после сладкого гормоны эндорфины, а как мы знаем, гормоны эндорфины это гормоны радости, чтобы компенсировать то, что мы недоспали. Также еще хочется отметить, что если человек не вовремя ложится спать, учеными и Всемирной организацией здравоохранения доказано, что нормальный полноценный сон существует с 11 часов ночи до часу ночи, не вырабатывается в этот период соматотропный гормон, это гормон роста и гормон сна мелатонин, в результате чего сон не проходит все свои фазы и функции, и происходит ощущение недосыпания, то есть во все фазы человек не погружается. А с какими нарушениями сна к вам чаще обращаются люди? Очень часто к нам пациенты обращаются именно с проблемами бессонницы, проблема бессонницы, или как у нас в медицине говорят, это инсомния, это целая группа заболеваний, относится к нарушениям сна, приходят, предъявляют жалобы на то, что я не могу спать, ощущение, что сон поверхностный, это относится к нарушениям, которые классифицируются как бессонница. Также многие пациенты жалуются, что они спят недостаточно количества времени, это называется гипосомния, то есть малое количество сна. Некоторые пациенты предъявляют жалобы на то, что я адекватно, полноценно поспал, но мне днем постоянно патологически хочется еще побольше спать. При беседе выясняем, что действительно он проспал человек 8-10 часов, а днем наступает патологическое состояние. Это не от того, что вырабатывается гормон мелатонин, а в результате патологических генов, которые вызывают такое состояние, как гиперинсомния, то есть повышенная патологическая сонливость, в результате чего он не может контролировать человек свои действия дневные, потому что происходит ощущение слабости, особенно мышечной. И даже есть такие состояния, когда пациенты впадают в такую патологическую активность, как каталепсия, они не могут это контролировать. Это в виде дроп-атак, то есть резких падений в любом месте, где это бы не проходило, магазины, работа, базары, в помещении дома. То есть это не подконтрольное состояние для коры головного мозга. Также еще пациенты могут рассказывать о том, что ночью ему кажется, что он где-то ходил, что-то делал. Это называется сомнобулизм, но по-другому еще можно трактовать как лунатизм или снахождение. Действительно, такие пациенты встречаются, но редко, когда во время сна они подсознательно ощущают, что они что-то делают, но контролировать эти действия они абсолютно не могут. Они встают с кровати абсолютно подсознательно, передвигаются по квартире с открытыми глазами, но они в это время спят. Они могут делать механическую любую работу, которую они запоминают в течение жизни, но просыпаются абсолютно в другом месте. Если он уснул на кровати, этот человек, то он может проснуться в ванной, в комнате, в каком-то другом помещении, в коридоре. Очень часто такие моменты бывают, когда уснул в квартире, нашел себя в другом помещении или у родственников, или в рабочем месте. То есть оно механически, подсознательно это происходит, они не могут контролировать. Самое интересное, пациенту рассказывая, что да, он что-то делал, он не может вспомнить что, где, когда и почему. Если в семье присутствуют такие родственники или как бы знают об этом, то нужно такие моменты контролировать, потому что неконтролируемые, неуправляемые движения могут нанести вред окружающим, либо самому пациенту, страдающему данной патологии. А многие пациенты просыпаются от собственного храпа? Храп или нарушение дыхательных движений, это происходит за счет апнои во сне. Это небольшая остановка дыхания, в основном нарушается вдох механический. В результате чего после того, как вдох запускается, происходит вибрация мягкого неба, это храп, от которого действительно пациент сам просыпается. Это одно из патологических состояний, которое нарушает работу нашей нервной деятельности во сне. Хочется еще проговорить такой момент, что во время того, что нарушается сон, происходит апноя, остановка дыхания. Это влечет патологические изменения не только в дыхательной системе, но и в сердечно-сосудистой, и в бронхолегочной, и даже в нервной системе. Потому что в этот момент происходит резкий поток воздуха к коре головного мозга, идет раздражение. Либо это храп с криком, либо это храп с просыпанием сразу. Некоторые пациенты просыпаются для того, чтобы сходить в туалет. Если мы говорим о взрослых пациентах, которые понимают, идет импульс к коре головного мозга о том, что нужно опорожнить мочевой пузырь, да, они просыпаются и идут. Но более молодого поколения, это подростковый период, и детки до 12 лет, происходит это непроизвольно, это называется ночное недержание мочи, либо НОРС. Это является одной из разновидностей нарушения сна. Если родители у маленьких деток замечают, что на утро он просыпается неоднократно в течение недели, либо двух недель с мокрой кроваткой, нужно обращаться к невропатологу за лечением. Если этот механизм, процесс запустить, он становится неподвластный, неконтролируемый, и это является одной из патологических состояний. Многие пациенты просыпаются слишком рано, и их называют жаворонки. А еще есть пациенты, которые просыпаются слишком поздно и ложатся поздно, их называют совы. Но вообще физиологически люди делятся не на сов и жаворонок, если это можно так обозначить, а на три категории. Это совы, жаворонки и голуби. Значит, если мы говорим о жаворонках, они рано ложатся и рано просыпаются. Рано это часов 8-9 вечера, и также они встают в 4-5 утра. То есть им достаточно этого ночного режима, чтобы выспаться и чувствовать себя нормально. Это биологически, генетически предрасположено. И у нас есть такой ген, который отвечает за позднее пробуждение и позднее засыпание. Значит, тогда эти люди относятся к категориям уже сов. Но совы очень такие интересные люди. Они своими действиями, которые проводят в ночных мероприятиях, потому что они поздно, где-то после 12, после часу ночи, а некоторые в 2-3 ложатся. Они заставляют свой организм работать себе во вред. Привыкая к этому режиму, они патологически себя относят уже к совам. Но вообще физиологически заложено у всех людей, что они должны ложиться как бы в одно и то же время. То есть это переученные физиологические нарушения биологических часов и ритмов. Также можно выделить таких людей, как голуби. Это написано в науке по психологии, неврологии и психиатрии. Которые адекватно, нормально просыпаются часов 6-7. То есть как любой нормальный человек физиологически работающий. И отходят ко сну где-то в часов 10-11 вечера. Не зря детям соблюдают режим сна и отдыха. Потому что они привыкают к одному времени. Также они в обед ложатся в одно время. И вечером отходят ко сну тоже в одно время. Если говорить про более взрослых людей, нужно еще не забывать о том условиях, где мы работаем. Если у человека режим дня как бы в одну смену, грубо с 8 до 5, то конечно ему очень легко соблюдать все эти режимы и быть жаворонком. Люди, которые работают в 2-3 смены, это невозможно. Поэтому они привыкают к другому режиму, ложатся поздно и относят себя уже к совам. Но это же говорю генетически заложено и предрасположено. А дневной сон, он полезен только детям или взрослым тоже? Нет, дневной сон полезен очень взрослым. Значит, в западных странах это называется дневная сиеста. Во многих организациях, особенно в странах с жарким климатом, руководителями предусмотрен получасовой обеденный сон. Но не более. Потому что если человек ложится спать более 30-40 минут, после он чувствуется очень разбитым, раздавленным, не может собраться. Мысли очень такие у него не сконцентрированные. Чем полезен дневной сон? Улучшается работоспособность. Восстанавливается нервная система, иммунная система, сердечно-сосудистая система. Происходит расслабление механизмов структур головного мозга, после чего человек становится более концентрированный, ориентированный и более работоспособный. Ангелина Геннадьевна, если все-таки человек настроился наладить свой сон, а у него не получается, что необходимо делать? Обязательно все медики советуют прогулки на свежем воздухе. Но прогулка не должна заключаться в том, что он пошел, подышал, посидел, поговорил. Прогулка должна быть с физической нагрузкой, для того, чтобы вырабатывался такой гормон, как серотонин, для улучшения ночного сна. Это первое. Второе. Должны быть физически активные занятия в течение недели. То есть, это какие-то тренировки, это плавание, это какие-то фитнесы, может быть пилатесы. Все, что человеку удобно для него подходит, для его режима, это будет очень хорошо. Любое движение. Любое активное движение, не пассивное. Если не помогают прогулки на свежем воздухе, можно дополнительно прибегать к таким методам, как травяные чаи, успокоительные чаи, успокоительные сборы. Можно к родным средствам прибегать, это молоко с медом, всем известное. Если эти моменты не помогают, то необходимо применять травы. Человек не должен сам себе их выписывать. Очень часто приходят и говорят, я выпил волокордин, валерьянку, пустырник, боярышник, мелиссу. Это как, по очереди? Нет, все сразу, я сделал себе коктейль. Даже любая трава, она может навредить. Вызвать либо зависимость, либо наоборот расторможенность коры головного мозга, и человек, соответственно, не может уснуть. Нужно учитывать факторы сопутствующих соматической патологии, то есть тем, чем человек болеет по жизни. И предложить ему ту же мяту, пустырник, боярышник, мелиссу, волокордин, трикордин, валерьяну. Существует очень много мультивитаминных препаратов, поликомплексных, можно так сказать, в которых уже все это сочетается. И мята, и мелиса, и пустырник. Это персены, вамиланы, новопоситы. Это любые настои, любые травы. Но чтобы они подходили, чтобы не вызывали в первую очередь аллергию и зависимость. Если уже и такой механизм, такой второй этап не помогает, тогда мы прибегаем к более сильнодействующим препаратам. Это снотворные, транквилизаторы, антидепрессанты, потому что на фоне недосыпания у человека может быть депрессия. Эти препараты выписываются, соответственно, по рецепту. Их очень много. Это алпразолами, диазепамы, феназепамы, нормасоны. Это все зависит от того, сколько человек не спит, длительность, количество, возраст. Абсолютно все факторы нужно учитывать. А в аптеках без рецепта продается такой препарат, как мелатонин. Можно ли его использовать? Его можно и нужно использовать, только индивидуально. Если человек длительное количество времени не спит, и ему не помогают предложенные нами транквилизаторы, седатики, антидепрессанты и снотворные, то в комбинации с одним из этих препаратов, такой препарат, как мелатонин в таблетированной форме, очень хорошо помогает. Он вырабатывает этот гормон сна, в связи с чем человек усыпает быстрее и спит более длительное количество времени. Чего точно нельзя делать перед сном? Все медики запрещают категорически курить перед сном, употреблять спиртные напитки, употреблять напитки, которые придают бодрствование и стимулируют это кофеин, содержащие напитки. Также нельзя слушать громкую музыку, не разрешаются тяжелые физические нагрузки, тренировки, долго пребывать у телевизора и работать с компьютером, либо с другими гаджетами. Почему это нельзя делать? Потому что сигареты сужают сосуды головного мозга, тем самым нарушают работу сна. Употребление спиртных напитков растормаживает кору головного мозга, в результате чего сначала наступает обратная фаза быстрого сна, потом быстрое пробуждение, человек не может себя уложить в кровать. Потому что мелатонин в этот период не вырабатывается, меняются все фазы. При чрезмерных физических нагрузках вырабатывается адреналин, который стимулирует работу всех наших систем. А нам нужно наоборот, чтобы вырабатывался мелатонин, чтобы спать. Все гаджеты, телевизоры, какие-то там фильмы-ужастики, они приводят к выработке гормона кортизола, стресса, в результате чего опять же нам тяжело уснуть. А также доктора и вся медицина рекомендуют, для того, чтобы сон был полноценный и правильный, нужно хорошо проветриваемая комната, достаточно удобная кровать, должен быть ортопедический матрас желательно, подушка, чистое постельное белье и плотно зашторенные шторы, для того, чтобы свет уличных фонарей, шум с улицы нам не мешал.